Вдогонку предыдущей лекции одно еще замечание, а потом мы начнем новую жизнь. Значит, в принципе у нас в задании сказано, что мы должны иметь представление о том, что такое линейно-энтопологические пространства. Я на самой первой лекции еще в сентябре говорил, что это такое, по сути. Значит, у меня есть какое-то линейное пространство E над полем K, и, стало быть, есть тут две естественные операции. Это сложение каких-то элементов X и Y, и умножение элемента на какой-то скаляр из поля K. Вот нужно, чтобы как операция сложения была непрерывной, так и операция умножения на скаляр была непрерывной. Что это означает? Это означает, что если я во втором экземпляре пространства E изображу элемент X плюс Y, то, взяв здесь какую-то окрестность, я смогу подобрять окрестности здесь и здесь, так что, когда я складываю элементы отсюда и отсюда, они попадают в эту окрестность. Это непрерывное сложение. Непрерывное умножение на скаляр такая же. Здесь делал окрестность, вот она, лямбда икс. У точки лямбда икс делал окрестность. И подбираются окрестности здесь и здесь такие, что в результате мы оказываемся в выбранной окрестности точки лямбда икс. Понятно? Понятно. Важно для нас только одно, что вот бывают очень содержательные примеры линейных топологических пространств, которые не являются линейными нормированными в том смысле, что топология там неметризуема, никакой нормы не порождается. Самый яркий пример такого сорта это пространство основных функций. Я когда-то вам об этом говорил. Трудные задачи, которые можете решить самостоятельно, попытаться или прочитать в книжках, то, что вот та топология, сходимость в Д, потому что, точнее, это вам даже в лекциях по анализу вводили не топологию, а ту сходимость, которую она порождает, такую экзотическую. Придумать метрику, которая порождала бы такую сходимость, просто невозможно. А сходимость такая нужна, что анализы этого текают, и это другая сторона. Но мы с этими вещами работать не будем, и поэтому я ограничу только вот этим напоминанием о том, что это такое. А мы начинаем новую жизнь, это параграф пятый, которая будет называться так. Линейные, ограниченные, в скобках вот пока напишу непонятно почему, непрерывные операторы. На протяжении всего разговора в этом параграфе сейчас, который начнется, по крайней мере, сегодня будет стандартная ситуация E1, E2. Два каких-то линейных нормированных пространства над одним полем, в наших рассмотрениях кайта R или C всегда, а какое-то отображение, действующее из E1 в E2, которое будет называться в этом контексте оператором. Просто отображение, которое связано с такими структурами, как линейные нормированные пространства обычно называются оператором. Частный случай, который у нас тоже будет, функционалы F, это когда в руле E2 выступает поле K, это функционал. Теперь определение первое. Определение A1. Я не буду теперь говорить про эту шапку. Во всех утверждениях ниже следующих и определениях это определяется. Если про какое-то пространство мне хочется сказать, что оно не просто нормированное, а еще и полное, я это напишу. А так по умолчанию вот это общество. Оператор А называется ограниченным, если для любого ограниченного множества M из E1 его образ А от M есть ограниченное множество в E2. Да, уже разумеется. Вот сразу замечание, которое говорит о том, что совершенно другой смысл сейчас проявляется слово «ограниченность», нежели тот, к которому мы привыкли в курсе анализа. Как там определялась ограниченная функция, если ограниченным является множество ее значений? А здесь, видите, я вам когда-то говорил такую общую философскую вещь, что в математике очень многие классы отображения вводятся в зависимости от того, какие свойства они сохраняют. Вот тут в чистом виде это написано. Сохраняется свойство множества быть ограниченным. Было ограниченное, стало ограниченным. Чтобы вы понимали, что это совсем не то, что раньше. Пример очень важный. Я рассматриваю тождественный оператор, действующий из E в E. E1, E2 равняется E. Ну, тождественный оператор, ну, id, считайте, в ваших всех обозначениях. Это значит, что x равняется x при любом x. И понятное дело, что любое ограниченное множество переходит в себя, но при этом множество значений этого оператора – это все пространство E, которое, разумеется, ограниченным не является. То есть совершенно другая кухня употребления слова «ограниченное». Сразу, забегая вперед, давайте приведу еще некоторые словарные вещи. Для линейных операторов, можно и для линейных, используются такие часто используемые обозначения. ИМА читается образ оператора. Ну, плохо по-русски это звучит, потому что это на самом деле множество всех тех игроков из E2, для которых существует x из E1, образ которого есть данный игрок. Это та часть E2, куда ведет наше отображение А, правда? Ну, ИМА-то, понятное дело, вот опять же конкуренция с вашими мнимыми частями в комплектном анализе, хотя корень один. Воображаемый, мнимый, образ – это все один. Дверь. Понятно. Дальше. Гидро оператора. Это множество всех тех x из E1, образы которых есть нулевой элемент в пространстве E2. Прообраз нуля. Тривиальное замечание состоится в том, что ИМА – линейное многообразие, но не обязательно под пространство. Ну, а вот с ядром там посмотрим тоже. Пока что для всех это тоже очевидно линейное многообразие, потому что складываем те x, которые в 0 переходят, умножаем, значит все равно в 0 переходят. Пока что вот так. Дальше. Было определение 1. Утверждение 1. Если А не просто оператор, а линейный, вот до этого там ничего не говорилось про линейность, просто какое-то отображение. Слово оператора относится к структурам тех множеств, которые отображаются, а вовсе не к характеру этого отображения. Но вот если оператор А линейный, то тогда А ограниченный в том и только в том случае, когда существует такая константа К, что норма x не превосходит К на норму x при любом x, а это в свою очередь, сразу поясню, равносильно вот чему, что образ единичного шара изъяден есть ограниченное множество. Но в Е2 разумеется. Дальше уже уточнять, кто где, не буду, и так понятно. Вот самое простое, поскольку здесь реально два таких эквивалентных перехода, начнем вот с этого значка эквивалентности. Что означает вот это неравенство? Для нуля это всегда выполняется, ноль и там, и там, это понятно. Если линейный оператор, опять же. А вот если x не ноль, то я это могу написать так, это неравенство. Норма образа вектора x поделить на норму x не превосходит К. Ясное дело, что из этого следует, что любой элемент на единичной сфере имеет образ, норма которой не происходит некой фиксированной величины. Вот на единичной сфере у нас там будет и для шариков, потому что там еще меньше будет, понятное дело, пропорциональности образа. Здесь реально только однородность оператора используется. Будет то же самое выполняться. То есть константы из К. Ну и понятно, что если переписать, то тут будет то же самое. Так что с этим все понятно. А теперь вот понять, почему это и это одно и то же. Вот тут главное завоевание. В определении говорится, что оператор называется ограниченным, если образ любого ограниченного множества. ограничен. Это утверждение говорит, что если оператор линейный, то достаточно проследить за судьбой единственного множества, единичного шарика. Если он ограничен, то значит и вообще оператор ограничен. Но это, в общем-то, очевидно тоже на самом деле. Потому что то, что из этого следует, это на автомате, если для всех, то для этого. А тут, если у меня, ну вот как вот здесь написано, взял я какой-то элемент на единичной сфере, есть константа, которая ограничивает образы всех вот этих. Ясное дело, что я тогда загоню это в один большой шарик тоже. Ну, грубо говоря, не буду словами заменять то, что говорю. Вот взял какое-то ограниченное множество, лежащее внутри вот такого шарика. В Е1. Радиус R. Ну, понятное дело. Что у меня тогда получится? Значит, переводится, ну, вот, x поделить на r. Это, своего рода такое преобразование, которое позволяет вот этот кусочек какой-то выбранный поместить уже в единичный шар, понятное дело, сжал. Ну, и тогда просто напишем, что образ единичного этого шара вместе с этим множеством такого, что, а вот этого вот так не превосходит какой-то константы. Ну, на норму x, когда я тут еще поделю и воскрешу, и туда перетащу, то получится, в общем, все, что мне нужно. Можно и не воскрешать, можно прям сразу. А x не происходит вот произведение этого на это. Все. Очень важный для меня момент. Я буду теперь использовать вот эти все вещи как синонимы, как одно и то же. Определение 2. Вот давайте обозначим вот это неравенство символом звездочкой, такое рабочее просто. Значит, если взять точную нижнюю грань по всем k измеряется звездочка, то получается некоторая величина, которую мы обозначим нормой a. Я беру наименьшую из константа, которая вот здесь присутствует. Это число я буду называть нормой оператора a. вот наименьшую из этих константов. Простое утверждение. Норма константа удовлетворяет неравенству звездочкой. Вот здесь я хотел сделать замечание такое философское. Мы часто такие доказательства на и-псилон-дельта языке проводим. Хотя, если вы понимаете, что если я беру точную нижнюю грань какого-то числового множества, как вот здесь, то это означает, что в этом множестве есть последовательность элементов, которые к этому числу сходятся. Правда? Значит, существует такая постановка КН, что норма АХ не превосходит КНХ по норме при любом Х, и в то же время КН сходится к этой самой величине, которую я определил как точную нижнюю грань. Но тогда что у меня получается? Вот у меня есть чисточисловой факт. вот такое неравенство серии, точнее, при каждом М. Это стремится к норме А. Правая часть, стало быть, имеет своим пределом вот такое число. Но это предельный переход неравенства. Ой, простите, только без Х. Если все элементы последовательности больше либо равны этой границе и последовательности сходятся, то ее предел удовлетворяет вот эту неравенство. Так что вот просто иначе была бы какая-то магия, и что взял точную нижнюю грань, она тоже годится. Вот я объясню, почему годится. Все. Замечательно. И, наконец, мне нужно еще одно служебное маленькое утверждение. Думаю, что вот это я сотру, потому что ничего тут толкового особого нет. После этого вас уже не удивит следующее утверждение. Утверждение 3. пустя линейный ограниченный оператор. Но в дальнейшем часто буду писать вот такую аббревиатуру, и мы будем ожидать линейный ограниченный оператор. Так вот, тогда его норму можно посчитать следующими различными внешними способами. Это есть супремум норма Х по единичному шарику. Это есть супремум норма Х по единичной сфере. Это есть супремум по всем ненулевым элементам пространства Е1 такой величины норма Х здесь опять напишу, чтобы было понятно поделить в норму нормы Е2 на норму Х в Е1. Ну, что тут бросается в глаза? Вот если обозначить величины которые сидят вот здесь в этой цепочке обозначить величины номерами 1, 2, 3, 4 то очевидно что 1 больше бы равно двойке больше бы равно тройке больше бы равно четверке и если доказать что четверка больше бы равна первой то вся цепочка превращается в разницу. Ну, здесь просто смотрите например в чем не меньше этого здесь по сфере а тут по шарику формально включающему в себя эту сферу почему вот так? Ну понятное дело если норма это норма как мы там увидели то выполняется неравенство норма Х не происходит норма А умножить на норма Х норма Х не происходит единицы и все получается опять же как надо так что осталось вот это проверить давайте вот здесь сотру и быстро напишу значит доказательство утверждения 3 почему грубо говоря 4 равно единице ну вот поскольку мне нужно вот такое неравенство просто доказать давайте подумаем норма норма А у меня это наименьше вот этих констант К которые тут сидят это означает что у меня действует всегда неравенство вот такое а с другой стороны если я это число немного уменьшу то уже такое неравенство там действовать не будет и значит найдется для любого ε больше нуля найдется какой-то специально обученный эксцессион такой что неравенство действует в обратную сторону вот так напишу правда ну и если перетащить сюда вот это раз строгое неравенство строгое неравенство значит все не живое у меня получается тогда что если я нахожусь в условии 4 супремом вот такой по ненулевым больше чем значение этого частного на эксцессион то есть больше чем а минус эпсион а по норме минус эпсион с одной стороны константа здесь сидит граница с одной стороны чуть уменьшили можно превзать все это значит что уже у нас больше либо равно то что сидит в 4 чем 1 правильно ну это арифметика если есть вопросы давайте еще раз я хочу показать сейчас ну реально ограничить почему 4 больше либо равно чем 1 я говорю что 4 это супремом вот по всем ненулевым эксам этот супремом больше либо равен чем а эксцессион определить на норму эксцессион на данном на данном конкретном эксе это больше вот тут написано чем норма а минус эпсион с одной стороны по определению нормы вот этот частный меньше ли брали нормы а вот потому что это при всех а с другой стороны этот супремом больше брали нормы а минус эпсион ну если эпсион мы берем какой угодно то выполнение этого двойного неравиства возможно только в том случае когда равняется норме а правда же поэтому я сначала так и писал даже плюс вот мои 4 3 3 пока таких простеньких утверждения прежде чем пойдем дальше давайте я прокомментирую все это как-то значит комментарии комментарии к определениям раз-два и утверждениям раз-два-три первое если диме1 меньше бесконечности первое пространство количеством мерное то как мы знаем с вами там все нормы эквивалентны координатные можно ввести какие-то нормы там любые типа рен если вычестный вариант или комплект и понятное дело что тогда все линейные операторы будут ограничены ну потому что это чисто конечномерная схема очень важно что если размерность и 1 равна бесконечности то существует существует пара E1 E2 и линейный оператор A действующий из E1 в E2 такие что A не является ограниченным то есть вот уже от конечномерных наших ожиданий и иллюзий мало что остается и эта вещь очень важная потому что пример такого оператора который я сейчас приведу он из жизни а не из каких-то хитроумных патологических построений вот картинка это C01 это C01 2 экземпляр написал оператор будет определен на функциях класса C1 в 0 1 то есть неприятно дифференцируемых но живущих по законам вот этого мира C01 значит E1 это C1 0 1 с нормой из C0 а E2 это просто вот тут и оператор его буквы D большую иногда буду обозначать оператор дифференцирования D под X вот он линейный очевидным образом ну потому что как беру линейную комбинацию непринотиференцированных функций и так далее но какая сходимость порождается вот этой нормой обычная равномерная сходимость так я беру последовательность FN от X равную синус NX поделить на N ну норма FN это в C не происходит одной н признаков Вейш-страссы последовательность равномерно сходится к нулю но если мы продифференцируем эти функции B и FN от X это есть косинус NX и разумеется он не то что равномерно и просто так продифференцированное нулю не сходится вот очень важный пример более того смотрите почему он не является ограниченным вот это маленький кусочек какой-то в пространстве С такое многообразие но в результате вот этого взрыва иначе я назвать это отображение не могу заполняется все вот это пространство да еще настолько нахальным образом что например вот функция вот здесь E в степени X и функция вот здесь E в степени X плюс 2021 они переходят в одно и то же после дифференцирования мало того что заполнили все да еще и демонстрировали какую избыточность наших неправильных дифференцированных функций но это некрасиво так обижать пространство С так что вот теперь мы понимаем что нужна некоторая осторожность еще несколько замечаний так чтобы я тут не забыл ну вот чисто эмоционально значит это у меня будет комментарий три три вот что такое норма вообще смысл смысле вот я когда беру со сферы это особенно выразительно вот беру норму АХ когда АХ бегает по всей сфере получаются разные значения берется от Супрема вот получается что меня интересует каково тот наибольший коэффициент увеличения длины единичного вектора когда этот вектор бегает по сфере вот представьте себе что у меня в роли Е наступает ТР1 линейная функция АХ равняется к АХ кстати вот опять же еще один мешающий отголосок из наших глубоких познаний математического анализа там линейная функция называлась функция вида Y краница КХ плюс B а теперь никакого B быть не может ни нулевого потому что тогда линейности не будет только КХ что такое норма вот здесь норма А очевидным образом это модуль К и если я нарисую график этой функции около нуля то вот грубо говоря оператор с большой нормой это такой крутой график так что можно сказать что если мы хотим переводить на современный политологический язык оператор с большой нормой это крутой оператор ясно но с точки зрения вычислителя понятно что он тоже плохой вот раз он такой большой по норме это означает что у нас разброс очень большой может получаться по значениям по величинам это не всегда удобно хорошо с этим тоже мы разобрались ну и теперь вот пожалуй главное пункт 4 а как искать норму оператора вот дали нам какой-то линейный оператор по каким-то соображениям там знаем что он ограничен а норму то как найти ну давайте вот на эту запись опять свои взоры направим это супремум числовой функции норма х на единичной сфере скажем если мы в рн находимся это уже задача на условный экстремум найти супремум такой-то функции на единичной сфере с условием стало быть сумма х как в квадрате равняется единице вещественном случае ну вы такие задачи изучали когда занимались условиями экстремум метод множителей лагранжи и так далее но здесь какие проблемы возникают во-первых там супремум превращался в максимум потому что сфера компакт достигается во-вторых там вот был аппарат дифференциального исчисления дифференцируем там приравниваем частный производной люк что-то находит здесь вообще никакого аппарата такого нет и вот это соединение того что нет аппарата и б нет компактности достижимости порождают кучу проблем поэтому во всех задачах реальных реальная схема она однотипна и состоит из таких функций сначала мы берем вот эту конструкцию норма x и проводим какие-то мучительные там преобразования мучительные для обитателей этой формулы пока не выразит какая-то константа k умноженная на норму x причем надо бережно тащить именно норму x максимально игнорируя все остальное вот очень трудно себе иногда заставить соблазнов много когда там с конкретными формами работаешь а потом если мы думаем что мы работали оптимально не улучшаемо то надо доказать точность оценки то есть что это найденный k и есть норма оператора для этого опять же в духе того что там сэпсона написал достаточно для любого опциона больше нуля на единичной сфере в этом пространстве найти такой элемент что там получается значение больше равное камену сэпсона если для любого опциона это смогут сделать то значит оценка лучше сделана быть не может вот все что я могу сказать мы в следующий раз для одного очень содержательного примера для так называемых операторов фредгольма это все проделаем но пока что ограничить этим пожеланием не ждите что будет какая-то царская дорога ну вы понимаете я цитирую знаменитую беседу Евклида Птолемея только Евклид говорить не надо Птолемеев было много это был один из полководцев Александра которым после смерти Александра Македонского досталось во владение в управление точнее сначала провинцией под названием Египет но потом это выродилось в некую новую фарамовскую династию Клеопатра была из-за тоже Севиста как раз небезызвестна и вот когда к Евклиду который работал как раз там в Александре пришли люди позвали привели к Птолемею Птолемея знал что уже написал вот Евклид какое-то там многотомное сочинение начала про аксиоматическую построение геометрии и ходил туда приобщиться каждый хочет почувствовать в себе искусственный интеллект на что Евклид на просьбу изложить все вкратце сказал что в геометрию нет царской дороги вот у нас нет царской дороги при нахождении нормоператора надо разумно тонко работать доказывать неулатшаемость вот еще один пример который нас часто будет сопровождать в наших анализических построениях значит пункт пятый пример значит Е1 равняется Е2 равняется c01 это в каком-то смысле связано сейчас увидим с этим оператор Вольтера ну Витта Вольтера это знаменитая итальянская математика в столетие давности в принципе по словарям надо говорить оператор Вольтер и физики так и говорят но математики упрямо говорят оператор Вольтера и на Вольтер не переделывают я в данном случае буду говорить как математика хорошо что это такое ну давайте напишу для любой неправильной функции с c01 от f в точке x есть интеграл pt от 0 до x f от t dt ну вот такая первообразная да еще с формировкой что в 0 функция равняется 0 это оператор обратный для вот этого оператора дифференцирования я беру и вот каждую функцию отсюда ставлю в соответствие функцию отсюда но при этом не все функции а только такие которые в 0 равны 0 вот такой оператор он обладает рядом выдающихся свойств для вас пока что два вопроса значит что есть образ оператора в данном случае ну сразу пишу потому что мы это понимаем это множество таких функций g из c01 а именно даже класса c1 которые в 0 принимают значение 0 ну потому что вот здесь когда мы возьмем x равняется 0 то интеграл от 0 от 0 а что есть вот я про тот свой словарик с образами и так далее а что есть ядро этого оператора значит мне надо решить вот такое уравнение найти все такие функции у которых вот это непрерывные в которых это первообразное есть тождественное 0 но мы знаем что если функция непрерывная то первообразная в этой формуле сидящая есть непрерывно дифференцируемая функция можно по верхнему пределу продифференцировать и мы тогда получим что 0 есть f от x то есть только нули ядро тривиальное что подчеркивает на геометрическом языке и выражает то обстоятельство что у нас взаимооднозначное отображение ведь если отображение линейное и ядро тривиальное то значит две разные точки в одну перейти не могут потому что тогда их нетривиальная разность приходила бы в ноль а тут вот этот пример будет нас опровождать а теперь мы начинаем группу теорем уже а не утверждение просто каких-то таких рабочих инструментариев представителей изучаем и вот первая теорема относится как раз к этой паре вы помните когда Остап Бендер давал сеанс в осюках там было написано что сеанс и лексу проводят гроссмейстер в скобках старший мастер вот здесь что-то в этом роде мы сейчас увидим это теорема 5.1 что для линейных операторов это одно и то же все я пока делаю перерыв сотру все с доски чтобы у нас был простор такая теорема с номером в этом параграфе но поскольку все стер шапку повторюсь пусть Е1 Е2 линейные нормированные пространства А действующий из Е1 в Е2 линейный оператор тогда говорит теорем оператор А является ограниченным в том и только в том случае когда он является непрерывным то есть вот для линейных операторов вот эти два слова свойства непрерывности ограничения оказываются равносильными довольно неожиданно ну правда если вспомнить вот притечь в виде функции игроков с икx то это не мудрено конечно но все же как-то странно ну смотрите доказательства во-первых важно понять что то что из ограниченности следует непрерывность это очевидно это надо сразу подчеркнуть почему пусть у меня xn ну мы на языке последовательности непрерывность имеем в непрерывных метрических пространствах представлять значит надо показать что сходящаяся последовательность переводится сходящаяся что xn сходится к x это означает что норма xn минус x стремится к нулю нас теперь интересует как ведет себя равность xn минус x я пишу что это есть норма а здесь стоит оператор а от xn минус x ну поскольку оператор линейный то это вот как раз здесь и используется линейность оператора а а это по определению ограниченности оператора не превосходит норма умножить на норму xn минус x если это стремится к нулю здесь фиксировано число значит и левая часть стремится к нулю все дешево сердит так из непрерывности следует ограниченности вот понимаете все что-то совсем не так как на первом курсе когда вы всякие теоремы мельстрассовского типа доказывали что функция непрерывной на отрезке ограничена на нем обратное совершенно было неверным разумеется функция ограничена не обязательно будет непрерывной можно вот такую функцию устройства но здесь у нас самоопределение ограниченности другое оно сразу привязано к какой-то геометрической характеристике этого отображения и для из них операторов это одно и то же и что парадоксально вот там тривиально вытывается а здесь я в прошлый раз Анастасию здесь на записи спрашивал когда непонятно что делать к чему мы прибегаем ну какое доказательство по типу выбираем да методом оперативного и так вот как ни странно мы признаем свое не поражение пока что а просто бессилие не знаю что значит противное говорим мы то есть оператор А не является ограниченным это значит что какую бы константу большую мы не брали найдется такой х что норма х больше чем эта самая к на норму х ну надо взять набор растущих констант какой нам дает природа набор а натуральные числа значит к пробегает значение каждому ставится в соответствии на норму х такое что норма ах строго больше чем н на норму х и вот теперь маленькая хитрость говорим давайте рассмотрим последовательность игрокам такую значит х пронормировали поделили на норму ну делить вообще говоря нехорошо элемент оно число но понятно что я под этим понимаю х умноженное на экономлю типографскую краску правда же и еще поставим сюда множитель 1 эти все по норме равны единице элементы но раз вот такое неравенство выполняется то разумеется не нулевые элементы правда же опять делить можно и понятное дело что за счет одной н это постоянно сходится к нулевому элементу но а и н равняется пишу ах поделить на н нормы х и если я возьму нормы у левой и правой частях то слева будет норма игрок н а справа норма ах н а внизу н на норму х и вот эта вся дробь где-то я уже здесь видел вот она она больше единиц при любом н но нельзя стремиться к нулю и одновременно быть все время по норме большим единиц мы говорим противоречие и радостно полагаем что мы справились и доказали но вот отныне мы знаем что для линейного оператора быть непременным то же самое что быть ограниченным и вот понятно что технически психологически как угодно ограниченность проверять проще и приятнее правда где-то какие-то оценки написал хоть какие-то даже норму считать не надо и все будет хорошо так это с одной стороны с другой стороны вот во всех этих делах подникает совершенно уже новый подход к этому всему а именно вот есть у нас мир линейных ограниченных операторов ввожу обозначение действующие из Е1 в Е2 вот что тут бросается в глаза это скопление образует структуры линейного пространства над К понятное дело потому что столько комбинаций операторов таких линейных альфа 1 а1 плюс альфа 2 а2 действует на аргумент x по формуле альфа 1 а1 от x плюс альфа 2 а2 от x но вот у нас есть еще одна характеристика для таких операторов норма оператора мы же если мы разумно составляем свой словарный запас терминологический ряд мы должны отвечать за слово норма у нас есть понятие нормированного пространства это линейное пространство в котором есть некая характеристика числовая функция норма называемая которая доверяет определенному набору свойств и получается такое богатое по жизнеустройству такая богатая структура линейное нормированное пространство как вы думаете линейное ограниченное оператора то что они линейное пространство это понятно а вот с этой операторной нормой введенной это будет настоящее нормированное пространство или нет ну вы оптимистичны настроены да все так и будет терминологический ряд самая общая ситуация ну хорошо я пишу так Е1 Е2 линейное нормированное пространство над одним полем первое Л Е1 Е2 это линейное нормированное пространство с нормой вот такой как мы говорили с нормой А но равное скажем супремому нормой АХ по единичной сфере но есть еще одна замечательная вторая часть в этой теории если Е2 Банахова то есть полное то тогда и вот это Л Е1 Е2 тоже Банахова то есть когда мы захотим строить анализ какой-то изучать сходимости и прочие вещи в этом пространстве все будет замечательно потому что полное пространство как мы понимаем это прекрасный объект там каждая последовательность желающая быть сходящейся становится является сходящейся и это замечательно два важных частных случая вот здесь их напишу следствие первое если Е1 равняется Е2 есть какое-то Е и оно Банахова то пространство линейных операторов ограниченных действующих из Е в Е когда пространство начальные и конечные совпадают то пишут просто вот так то оно тоже будет Банахов ну просто следствие пункта 2 и следствие того же пункта 2 если Е1 произвольное линейное нормированное пространство а Е2 это то поле скаляров над которым мы рассматриваем наше пространство то получается вот такое пространство ЛЕК обычно для него придумывается стандартное обозначение Е со звездой это называется сопряженное пространство и оно тоже поскольку поле числовое что Р что С полное оно тоже будет являться Банаховым но здесь еще раз напишу тогда то что сказал Е со звездой мы подробно будем изучать в следующем семестре этот мир это сопряженное пространство вот у вас когда вы про обобщенные функции говорили у вас были обозначения такие Д это мир вот этих функций которыми питаются линейные функционалы из Д штрих вот Д штрих это и есть мир линейных непрерывных функционалов над этим самым Д но там по традиции идущие еще от Шварца от Д штрих обозначают а вот он у нас обозначение было бы Д со звездой если бы мы в рамках нашли ну что будем доказывать теорию особых проблем надеюсь не будет но какие-то заминки могут быть так значит я не хочу уходить далеко от доски поэтому здесь будет доказательство пункта 1 но на самом деле это тривиально в общем-то пункт 1 надо показать что это линейный нормированный простонок ну то что линейный мы уже обсудили тут все понятно почему это норма нужно проверить реально только выполнение неравенства треугольника неравенства Менковского что норма суммы не происходит суммы норм но я не случайно вот здесь написал вот этот супремум норма возвращаюсь туда норма а1 плюс а2 это есть супремум норма а1 плюс а2 примененный как а2x и вот супремум такой суммы очевидно норма но сначала ладно сначала мы используем неравенство треугольника в самом вот этом е2 значит это не происходит супремума по а1x норма а1x плюс норма а2x супремум сумма очевидным образом не превосходит сумма в разных местах могут как бы большие значения быть очевидные не равенства не превосходит супремум а1x плюс супремум норма а2x ну а это есть по нашему определению норма 1 плюс норма а2 вот неравенство треугольника и возник все с пунктом 1 все ясно отныне это линейное нормированное пространство то есть понимаете вот этот наш подход я говорил что функциональность это изучение структур в первую очередь вот мы этот мир скопления этих операторов наделили вот уже такой структурой и можем изучать его в такой геометрической точки зрения а какие это выгоды нам даст мы увидим на содержательном примере в следующий раз когда будем говорить о передах фурье так пункт 2 покажем что l e1 e2 полное если e2 полное ну ванных пространствах ну что берем призвольную фундаментальную последовательность n в этом самом l последовательность линейных ограниченных операторов что означает фундаментальность линейных ограничений для любого и линейных ограничений он больше 0 найдется n от epsilon такое что как только n и m больше либо равны этого n так как норма равности a n минус a m меньше ε. Я уже в этом сейчас начале разговора использую достижение пункта 1. Есть нормальная структура нормированного пространства, и можно говорить как о метрическом пространстве уже есть всяких оговорок. Так, заметим, что для любого x, ну скажем, принадлежащего единичной сфере в пространстве e1, 0,1, с центром нуля радиус единицы, норма a nx минус a mx, но это и есть норма опять-таки a n минус a m, примененная к x. Это не превосходит нормы вот этого оператора, умноженные на норму x. Это равно единице, и это уходит. Ну а это у меня меньше ε. Что это означает? Что для любого x со сферы, или шарика там, если захочу, по настроению работы, у меня получается фундаментальная последовательность. Вот такая a nx. Есть. Терем стираем, мы ее запомнили. Так, так, так. Так вот, она является фундаментальной. в е2. Но отсюда следует, в силу полноты е2, что она является сходящейся. она сходится к какому-то игроку, и вот этот игрок, давайте я обозначу для каждого х свой предел, обозначу через ах. Ну, какое-то отображение появилось, к каждому х ставится в соответствии какой-то элемент игрок. Я просто это отображение, полученное, обозначил через а. И говорю, заметим, опять второй раз уже пишу, заметим, что а, очевидно, линейный оператор. Ну, оператор, он действует из е1 и е2, а линейный это связано и со свойствами этих Н, и со структурой пространства е1 и е2. Очевидно? Так, что осталось? Покажем, что а ограниченный оператор. Вот это совсем любопытно. И вот тут и маленький трюк. Я чувствовал, что совсем мне вот так без крыла эту теорему доказать не удастся. Вот в чем состоит этот трюк. Последовательность самих операторов АН фундаментальна, а значит, ограничена. Ну, мы знаем прекрасно, что в любом метрическом, ну, хорошо, в любом метрическом пространстве фундаментальные пространства ограничены. Почему? С какого-то номера они все к ХН большому ближе, ну, не дальше, чем на Эйцон отстоят. Плюс еще конечный набор остался тут. Все вместе этот конечный набор, плюс вот этот шарик, окружающий точку ХН большую, ясно, что это ограниченный номер. Супремо всевозможных попарных расстояний не происходит какой-то конструкции. Здорово? Вот. Значит, она ограничена. А это означает, что существует такая константа К, что нормы операторов АН всех не превосходят К при любом Н. А теперь смотрите, что у нас есть. У нас АНХ, вот перепишу еще раз, просто по выбранным обозначениям стремится к АХ. При любом Х. Норма А непрерывная функция. Ну, вот в этом самом Л, Е1, Е2. Потому что мы проверили, что это нормированное пространство. И норма в любом нормированном пространстве, это мы когда-то обсуждали, это непрерывная функция. И раз вот эти аргументы АНХ имеют своим пределом АХ, значит нормы АНХ имеют своим пределом норму АХ. Но, и вот тут я сейчас перепрыгну через эту вещь, но не буду их стирать. Вот эти все нормы АНХ не превосходят норму АН умноженную на норму АХ. А как выше написано, это все не превосходит К умноженную на норму АХ. Вот смотрите, опять такое упражнение первокурсника. Есть сходящаяся числовая последовательность, все элементы которой не превосходят вот этого числа. Значит и предел не превосходят этого числа. Откуда следует, что норма АХ не превосходит К умноженную на норму АХ. Все. Доказали ограниченности. Замечательно, совершенно простая в сущности теорема. Все мы доказали или нет? Нет еще. Вот смотрите, как у нас развиваются события. Взяли фундаментальную последовательность. Вот у нас есть в мире операторов две сходимости. Сходимость по норме и сходимость поточечная. Вот здесь фактически я написал, что если мы имеем последовательность операторов, которая сходится по норме, то поточечно при любом Х, АНХ будет сходиться к тому же самому. Если есть кандидат в предел такой АХ, если вот АНХ с КХ сходится, вот здесь написано при любом Х. Просто тогда напишу, теперь когда я знаю, что это тоже ограниченный оператор, я могу написать, что норма АНХ минус АХ, норма всего вот этого, не превосходит нормы разности АН минус А умножить на АХ. Но хотелось бы понять, почему же норма АН минус А, вот это равно, стремится к нулю. Ведь если мы хотим доказать полноту нашего пространства, L1, E2, нам надо доказать, что любая фундаментальная последовательность в этом пространстве сходится по норме этого операторного мира к линейному тоже ограниченному оператору. Пока что мы установили, что она сходится поточечно, это последовательность, к линейному ограниченному оператору. Но почему эта сходимость по норме операторной, я пока еще не знаю. Задача ясна. Типа задача абсолютно такой же, как вот у нас в задании были многочисленные примеры, доказать полноту какого-то пространства, типа там или по маленькому модельные вещи. Там был переход такой же, вместо сходимости по норме в этом пространстве мы рассматривали более слабый вид сходимости, координатный. Находили кандидаты на роль предела и доказывали потом, что у нас сходимость по норме. Вот здесь то же самое. И доказательство оттуда идет. Сейчас я пойму, что мне стереть, что оставить. Ну вот фундаментальности я стереть не буду, а вот это из первой части пункта 1 я могу стереть. Значит, формулирую еще раз, поскольку мы прыгаем по разным частям доски. Пишу. Итак, при львом x, а x сходится, а x сходится, а x сходится к x. Это мы уже знаем. А линейный ограниченный оператор. Осталось показать, что норма АН минуса стремится к нулю. То есть сходимость у нас серьезная по вот этой самой операторной норме. Ну вот давайте подумаем, опять же таки. Вот я беру произвольный x из нашей сферы, как там я уже делал и писал, и пишу, что вот при, вот тут, собственно говоря, и было написано, что при n маленьком и m маленьком больше равном n большое, вот эта разность по норме меньше ε. И к этому моменту я знаю то, чего еще не знал, когда писал вот это. Я знаю, что АН x сходится. И вот в этом неравенстве АН x минус АМ x меньше s. Я вот этот номер заморожу сейчас, зафиксирую. Он больше равен n большого. А вот этот m устремлю в бесконечность. Это у меня фиксированный элемент сейчас. n замер. А здесь у меня получается сходящая сопоставность. Норма непрерывной функции стала быть, получая вот такое неравенство. меньше либо равно ε. Здесь m убирается. Ну а теперь смотрите, что получилось. Для любого ε больше нуля. При любом x из единичной сферы вот такая норма равности меньше либо равна ε. Значит, и с упроемом по этой сфере вот здесь допишу в начале, тоже меньше либо равна ε. Ну раз во всех точках x это неравенство выполняется. А то, что я написал, это в точности, по определению, как мы знаем, есть норма а n минус а. И раз оно меньше ε, он начинает с какого-то номера, это означает, что норма равна с n минус а стремится к нулю. Правильно? Правильно. Легко? В общем, легко. Когда привык. Так, со временем что у меня 15, 10? 15, хорошо. Ну вот теперь, когда это появилось, вот давайте только вот здесь я опять поговорю о некой философии. Ну у нас сегодня 11 лекция, правда? Вот представьте себе такую ситуацию. Философия n из вот этого самого Lg1g2 и известно, что при любом x а nx сходится к какому-то x. Ну то, что а линейный оператор, мы там говорили. Но вот обращаю ваше внимание на то, что вот когда мы тут рассуждали, чтобы доказать ограниченность оператора, мы использовали фундаментальность последовательности n. Так ведь? А вот я спрашиваю, а как вы думаете, следует ли отсюда вообще, в общей ситуации, то, что а ограниченный оператор? Есть последовательность операторов линейных ограниченных, которые поточно сходятся к линейному какому-то оператору. Обязательно ли он будет ограничен? Вот просто пока подумайте. Мы в следующий раз ответим на этот вопрос, когда появится теорема Банна-Хштенгауза знаменитая. Но вот пока что хочу, чтобы вы просто на этом посидели, поразмышляли. А я вот скажу, смотрите. Вот представьте себе, что у меня есть пространство непрерывных периодических функций на отрезке от минус пи до пи. Это е. Отсюда берутся функции. Функции раскладываются в ряд Фурье. Формулу писать не буду. Появляются частные суммы S, N, F, точка запятой X. Это вот такой агрегат, где все понятно. n-ая сумма рядов Фурье, честная. Функция F маленькая в точке X. Вот нас интересует в разных смыслах, в равномерномерном ходим с поточной, когда это сходится к F от X и что это такое вообще. Вот с точки зрения геометрии, вот есть у нас это Е. Вот такое пространство. На нем мы можем вести мир линейных ограниченных операторов. Вот такие операторы S, которые ставят функцию F, функцию, там, свертка с ядром, диреклею ее, 1 поделить на пи, dn от x минус t, f от t dt, где dn это ядро диреклея, соответственно. Потом в следующий раз напишу эти формулы, поэтому сейчас не буду засорять мозги и доску. Но вот просто другой взгляд. И вот что, например, означает, что по точке S, ведь вот сходимость F означает сходимость этих операторов S к тождественному оператору и в этом пространстве, линейных ограниченных операторов. И эта сходимость может быть поточечной. Но что такое поточечная сходимость вот этих операторов S, в то время S поточечной сходится к F. Это означает, что для любого F из нашего мира непрерывных периодических функций на отрезке минус pp, то есть непрерывных, принимающих единственное значение в концах, но стало быть, их можно мыслить существующими определенными на всей числовой прямой, периодически. Поточная сходимость означает, что норма разности S, N, F минус F по норме F, C поточной сходимости, это вот сходимость относительно нормы в этом самом Е2. В этом случае Е2 и Е1 одно и то же, это вот мир этих непрерывных периодических функций. Какая там норма? Максимум модуля функций на этом отрезке. И вот эта сходимость стала быть, это равномерная сходимость. То есть поточечная сходимость вот этих операторов S, N, это вопрос о равномерной сходимости рядов F, N. Вот. Что вы вообще знаете про это? Вот если я взял произвольную непрерывную периодическую функцию, разложил ее в ряд F, N, интересуюсь, является ли ее ряд F равномерно сходящимся? Что вы знаете про это? Воспоминания. Так что у нас было по анализу? Тут понятно, а у вас? А? Ладно. Ладно, ну стыдно. То есть недействие. Вот. Вот, но тем не менее, что-то должно было остаться. Я про детали не спрашиваю, это меня совершенно сейчас не интересует. Верно ли, что у всякой непрерывной периодической функции ее ряд F равномерно сходится? Нет, кстати, на самом деле факт такой. Это неверно. Существуют непрерывные периодические функции, которые мы можем предложить, разумеется, в ряд F, N, у которых ряд F не является равномерно сходящим. И вот мы в следующий раз докажем теорему, из которой это все будет вытекать. Но вы должны понимать, что вот вопрос о равномерной сходимости ряда F рьет для нас, на нашем геометрическом языке, это поточечная сходимость операторов СН к тождественному оператору. Понятно? Прекрасно. Хорошо. Вот чтобы мы про ним пропитались этими всеми мыслями и идеями, вот другой пример, другой мир. Мир Евклидовых и даже Гильбертовых пространств. Ведь на самом деле здесь СН это операторы проектирования на линейную оболочку вот этих первых 2N плюс 1 треометрических функций. Единица и синус кэкс, и косинус кэкс, и ДРК пробегают значения от единицы до N. Ну вот представьте себе, что мы работаем в Гильбертовом пространстве, ну, например, пусть это L2, канонический экземпляр сепарабельного Гильбертового пространства. К каждому Х сопоставляется тоже его ряд Фурие. Если есть артенормированный стандартный базис, это базис, где на N месте стоит единичка, а остальные нули. вот такие. Тогда ХН это коэффициенты в разложении в этот ряд Фурие. Так. И мы знаем, что тут это равенство, это базис и так далее. Вот я рассматриваю последовательность частных сумм вот этого ряда. СН от Х это есть сумма ХЕКТ ЕКТ ОК от единицы до N. Вот при любом фиксированном Х это сходится к Ху. Это мы понимаем. Это базис. А вот вопрос теперь так поставлю. А верно ли, что значит СН поточечно сходится к торжествиям операторов? Это мы знаем. А вот верно ли, что СН минусы по операторной норме стремится к нулю в разум? Вот. Я хочу, чтобы мы уже сегодня стали задумываться вот такими чисто геометрическими вещами, раз мы вели мир этих пространств. И вот самый простой, здоровый пример. Значит, беру Х, беру вот эту срезку, первый N координат, остальное занулил, проекция на первые N векторов Е1 и так далее. Понятное дело, что такая последовательность элементов в Л2 сходится к Х, понятно. Но меня интересует, можно ли утверждать, что последовательность операторов вот этих СН сходится к тождественному, это вот напоминает ту ситуацию. Там ответ отрицательный, как я пообещал. Но там пространство другое, конечно. Сеть, то есть там всякие сложности. А тут вот прозрачная геометрия Гильбертова пространства. Что говорит интуиция? Интуиция сегодня не очень хочет отвечать. К нам гости, да? Здравствуйте, Вик. Так, Вик, вот, знаете, смотрите, я спросил ваших последователей и коллег оператор проектирования в Гильбертовом пространстве. Ну, позднем с частных сумм. Вот L2 маленькая, СН это оператор, который Х сопоставляет срезку Х1 и так далее, ХН. Можно ли утвердать, что ну, поточечно это поточечное сходится к тождественному оператору? Потому что СНХ, понятное дело, в этом сходится к Х сходится. А можно ли утвердать, что по операторной норме СН сходится к тождественному оператору? Что, ага. Я спросил, вы должны продемонстрировать, чем отличается человек, который прошел полный курс функционального анализа от тех, кто его еще и проходит? Что, что? Вопрос. Вот написано внизу, самая нижняя строчка, СН минус И по норме. Стремится к нулю? Верно ли, что вот эти операторы проектирования по норме? Ну, это, если вы это называете точным знанием, был какой-то конструктор, например. Я тоже могу сказать, придя на экзамен, что у меня есть приятель в соседнем блоке, который сдал функциональный анализ на отличный, поднять глаза, ожидаю. Но вы не хотите подниматься в Москве? Нет, вот я так не считаю. Я вам говорил, что, ребят, для меня образнеется, что вот вас с попугаем на плече в роли Робинзона Крузо выбросил на обитаемый остров, причем не на съемках очередного блокбастера, а по жизни просто. Вот от того, будете вы там способны соорудить вычисленную машину, чтобы рассчитать долбление пироги путешествия под парусом за океаном моря. Все вот эти ваши познания, как искать информацию, где плохо лежит и так далее, меня совершенно не волнует. На этом, если мы будем строить свои цивилизационные модели, мы быстро очень загнемся. Здесь это верно. Нет. Вот, понимаете, Анастасия, я радуюсь, потому что, когда человек делает ошибки вовремя, вот в процессе такого первичного изучения, это очень здорово, потому что потом, когда он сейчас поймет, что это не так, он уже получит прививку от всех коронавирусных опасностей здесь, в этом мире операторов на долгие времена. Вот я говорю, что нет. Вот давайте, смотрите, мы сегодня изучали, значит, норма оператора есть в супремум по единичной сфере. Вот этот оператор, ну, подумайте, какой надо взять элемент х вольт 2 соединичная сфера, чтобы это все было плохим. Итак, я подозреваю, вот здесь я все сотру, подозрение, или гипотеза, норма СН минус И не стремится к нулю, то есть такой роскошной сходимости нету. Вот в прошлый, следующий раз мы будем изучать теорем, который будет нам глаза на такие вещи раскрывать и фактически она говорит о том, что универсальных хороших способов нет в мире суммирования там и так далее. Значит, пишу, что это такое. Это супремум по единичной сфере, ну, в этом L2, чтобы мы не забывали, где мы сейчас сидим, норма, ну, вот так я напишу, И минус СН, применённый к Х, но это есть, на самом деле, элемент такой, сначала нули, н штук, стырлись, а потом ХН плюс 1 и прочее, и прочее, и прочее. Правильно? Но какой надо выбрать Х, чтобы вот такой элемент имел, на единичной сфере, имел большую норму? Понятно? Что? Конечно. Что? Нет, нет, смотрите, вот давайте возьмём элемент Х, такой, у него первые все нули, первый н штук, потом н плюс первом месте стоит единичка, и так далее, потом опять нули. Попросту говоря, ЕН плюс 1, вот такой. Значит, это больше либо равно И минус СН, применённый к ЕН плюс 1. В результате, вот здесь, получится он сам, его проекция, вот там съест, всё проще, это вот так, вот так, вот так, всё. То, что вот этот супремум, больше бы равен единицу, уже сразу закрывает тему стремления к нулю. Ну, так ведь? Ясно, с вами всё. Так, всё, на этом мы тогда закончим. Значит, в следующий раз у нас, вот мы очень простую теорему докажем, потом перейдём к великой теореме банаха, что на галуз. что на галуз. что на галуз.